В этом году сибирские леса могут поредеть. Почти во всех регионах округа специалисты обнаружили десятки тысяч зараженных деревьев. Впервые за 20 лет, по словам биологов, нас ждет нашествие шелкопряда. Некоторые эксперты считают, что нужно уже сейчас объявлять чрезвычайное положение. Чем же так опасно с виду безобидное насекомое, что на самом деле может случиться с сибирскими соснами и кедрами? Об этом поговорим прямо сейчас с ведущим специалистом Департамента лесного комплекса, биологом Татьяной Ярцевой. Татьяна, здравствуйте. Ну и все-таки хочется понять, какой же ущерб действительно шелкопряд может нанести Сибирской тайге? Сибирский шелкопряд – это один из самых опасных вредителей. Он дает массовые вспышки размножения, которые повреждают миллионы гектаров леса. Это можно сравнить, ну прямо пандемическая такая вспышка, потому что она захватила сразу несколько регионов. Это Красноярский край, Томская область, Иркутская и Кемеровская области. Если говорить об его опасности, он объедает хвою на хвойных деревьях. То есть пихта, кедр, сосна, лиственница. И если, допустим, лиственница может восстановиться после того, как сидят на ней всю хвою, то пихта погибает практически сразу. А вот тогда какой получается процент, если говорить по видам деревьев, да? То есть больше чего у нас и действительно ожидается, как вы говорите, вот целый? Ну, если мы говорим про Кемеровскую область, то у нас в основном пихта, она преобладает половиной лесов Кемеровской области пихтовые. Поэтому для нас это очень опасно. Если лиственница, которая, допустим, встречается в Красноярском крае, она в принципе может восстановиться и не погибнет. Но вообще ущерб, конечно, большой экономический, потому что пропадает древесина, дерево засыхает на корню, потом начинают размножаться стволовые вредители, которые уничтожают древесину, она вообще не товарная становится. Этот лес нужно вырубать. Ну и вот, видимо, как раз, кстати, в связи с этим ваши коллеги в других регионах уже готовы объявить чрезвычайное положение. Вот как к этому можно отнестись? Пора или нет все-таки? Действительно пора, потому что, смотрите, у нас площадь в Красноярском крае 800 тысяч, в Томской области почти 500 тысяч. Ну, у нас, конечно, меньше, 20 тысяч гектаров в Кемеровской области. Ну, вот к нам он с Томской области проник в Мариинское лесничество. Там, ну, пока еще ситуация достаточно спокойная, то есть, ну, примерно 10% они могут съесть весной, но если мы не обработаем эти площади, то тогда эти леса погибнут. 20 лет ничего мы не слышали о шелкопряде, вдруг внезапно вот такая вот новость. Откуда взялись насекомые? Где-то были в деревьях или, наоборот, в земле, либо занес кто-то? Ну, вообще, сибирский шелкопряд – это наш обычный обитатель лесов. Он живет примерно одна-две гусеницы на дереве, и его численность регулируют и естественные враги – насекомые, теленомусы, наездники, которые, ну, ему не дают размножиться. Ну, вот бывает, когда у нас весенние пожары в лесах, эти враги шелкопряда погибают из-за того, что не успевают весной подняться из-под стилки, и, соответственно, это дает возможность шелкопряда очень хорошо размножиться. И еще у нас один фактор, который очень сильно влияет – это сухая, жаркая погода. В течение двух последних лет в лесах как раз была такая засуха, и тогда шелкопряд может развиться вдвое быстрее, чем обычно. По данным Рослесозащиты, в Красноярском крае, в Томской области, в Иркутской области провели учет и посмотрели, и обнаружили, что 131 гусеница в земле в подстилке на квадратный метр. То есть это очень высокая плотность, и поэтому нужны истребительные меры обязательно принимать. Если мы не будем их принимать, то, естественно, потеряем весь лес, который еще можно спасти. Ну и, естественно, это стоит денег. Да, конечно. Ну, на это выделяются средства из федерального, из региональных бюджетов. Убить шелкопряда, наверное, непросто, да, потому что все-таки насекомое достаточно живучее. Видимо, используются какие-то сильные химические реагенты или, наоборот, природные? Ну, используют химпрепараты или биопрепараты в зависимости от, опять же, ситуации. Но химпрепараты, которые применяют, они также применяются в сельском хозяйстве. То есть настолько они смертельно опасны, это никакой недуст, это все при использовании, ну, при соблюдении дозировок и так далее, это достаточно безвредно. Если оценивать риски с точки зрения, стоит ли применять их или не стоит, однозначно стоит. Потому что, ну, если мы потеряем лес на такой огромной территории, то экологический ущерб будет намного серьезнее. Ну, а я напомню, что в нашей студии была Татьяна Ярцева, биолог и специалист департамента лесного комплекса. И мы говорили о нашествии шелкопряда, которое ожидают в этом году, причем достаточно массовым. Музыка 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 Музыка